Праздник Дело в том, что Ярослав Гашек уже не один раз дурачил и развлекал своих друзей подобными мрачными сообщениями. Так известно, первая публикация касалась времен македонского восстания. Тогда сообщалось, что он пал смертью храбрых на горе Карбанова. После Первой мировой войны появилось сообщение о том, что его зарезали пьяные матросы в Одесском порту. И, наконец, разъярённые легионеры в Сибири расстреляли писателей-юмористов. До каких пор и по какому праву водит нас за нос этот македон? Вопреки предупреждениям опытных коллег, один молодой сотрудник газеты «Трибуна» на всякий случай отправился в Липницу, небольшой городок в ста километрах от Праги, и первым убедился, что на сей раз сообщения не было. В домике у Липницкого замка безутешная вдова оплакивала покойного. Уже был готов гроб и траурный обряд, заказанный в долг. Местный священник настаивал, что Багашика, как неверующего, похоронили вне кладбища. Но, в конце концов, ему нашлось место у дальней стены покоста. Со временем могильный холмик зарос травой, а Гашики вспоминали все реже и реже, возможно, и забыли бы, если бы не его вечно неунывающий добрый друг Швейк. «А, добрый вечер, ценную ручку. Разрешите представиться, Швейк?» «Да, Йозеф Швейк. А вас как?» «Очень приятно. Знаете, хочу сообщить, что я мирный человек. Торгую собачками. Я их очень люблю». Как сказал бы Швейк, лучше всего начать сначала, иначе может получиться большая неразбериха. А началось все более ста лет назад в этом старом пражском доме. 30 апреля 1883 года жена преподавателя гимназии Йозефа Гашика по имени Катаржина родила мальчика. Назвали его Ярослав. Жили бедно. Отец умер, когда мальчику было 13 лет. Семья бесконечно переезжала с места на место. Мать шила белье по заказам, чтобы покормить детей. Тесные пражские дворы, оборванные детвора, ссоры соседей, темные сырые квартиры – это и был мир детства Ярослава Гашика. Оттого, видимо, и усвоил он на всю жизнь насмешливо неприязненное отношение к солидной, респектабельной полной. Первые два класса гимназии Ярослав закончил с отличием. В четвертом остался на второй год, а скорый вовсе бросил учебу. О сорняке не поседали, а улицы говорили одни, сметливы и находчивы добавляли другие. Сам Гашик вспоминал, как в 14 лет был задержан полицией во время уличной демонстрации, но скоро отпущен, сумел доказать, что камни в кармане – не орудие пролетариата, а часть нейрологической коллекции примерного демозиста. А на самом деле он работал тогда в москотельной лавке, на вывеске которой красовался портрет коровы. Гашик добавил к нему очки и бороду, сделав похожим на пана как кошку хозяина лавки. Парень, конечно, лишился работы, поучился немного в коммерческом училище и устроился клерком в банк. Вернулся без гроша, из банка его уволили, и он снова пропал. По одной из легенд он добрался до Венгрии, где-то там его арестовали за бродяжничество. Когда вышел на свободу, забрел в Польшу, на русской границе переплыл реку, там и он схватил казачий дозор. По другой версии, Гашик отправился помогать бурам воевать с англичанами, перед этим устроил в банке сбор пожертвований, прокутил деньги и исчез, оставив записку бастую. О своих похождениях на Балканах и в Македонии Гашик с юмором рассказывал в пражских пивных и трактирах, добавляя в каждом кабачке все новые и новые детали. Невероятные истории тонули в океане пиво и море с Львовицей. Его притягивал этот фантастический дурман ночного города, пивницы, винарнии, неясные голоса, отзвуки музыки из данчинга, крики из городских вертепов. Искать приключения, бродить по свету, сидеть в трактирах, беседовать с интересными людьми и быть свободным – судьба, написанная Гашиком на роду. В странствиях он начинает писать свои очерки и путевые заметки. Он упивается широтой собственных воззрений, позволяющих нарушать всяческие границы. И страны, и устоев, его привлекает инстинктивное, подчас жестокое проявление народного темперамента, нарушающее общественное табу. Собственная бездомность пробуждает в нем симпатии к бродягам и скитальцам. Как и ему, им нечего терять. В ту пору Гашек всем своим существом человек богемного склада и, кажется, уже никогда не сможет стать иным. Таким увидела Ярослава милая, интеллигентная девушка Ярмила Майерова. Так Гашеку пришла большая романтическая любовь. Влюбленная бродит по городу, посещает уютные кофейни, ресторанчики. После первых свиданий Ярмила пишет в своем дневнике. Выглядит он бродягой, но выражение лица у него такое приятное. Он был для нее воплощением мужества и благородства. Она даже назвала его Ричардом Львиное Сердце, сокращенно Гришей. Он отвечал нежностью. Теперь для меня никого больше не существует. Одна ты, моя дорогая. Но у нее существовали еще и весьма богатые родители, которые категорически запрещали ей видеться с бродягой и богемистом. Отец настаивал, пока Ярослав не найдет постоянной работы, не быть ему мужем дочери. Наконец Гашек добылся по месту редактора в журнале свет свержат, что значит мир животных, а по совместительству еще и должность смотрителя псарна. И тем заработал руку любимой Ярмила. Молодые получили в подарок меблированную квартиру, но счастье было недолгим. За псевдонаучную развязанность Гашек был изгнан из мира животных, и спокойно перешел в чешское слово. В остальном образ жизни остался прежним. Остроумные филетоны в различных изданиях чередовались с полицейскими протоколами. Валялся пьяный на Франтишковой набережной, справлял малую нужду перед полицейским управлением, устроил публичное купание в дамском купальнике, сохранилось даже фото, учинил скандал в брендовой кофейне, распевая ту самую песню, которую сейчас воспроизводит биограф Гаша Каратко-Пытлик со своим другом. После короткого периода семейного счастья Ярослав снова начинает исчезать из дома, опять блуждает по винным погребкам и пивным. Все еще любящая его Ярмила объясняет это так. Гриша уже не возлагал больших надежд на будущее и был в отчаянии от того, что, несмотря на все свое усердие, на свой талант, не может заработать на жизнь. Отчаявшийся человек способен совершать поступки, по поводу которых счастливые люди лишь пожимают плечами или морщат нос. Он страдал. Вы не можете представить себе, как он страдал. И пил. Это вовсе не клевета, и я могу об этом написать, поскольку об этом до меня писали про него и другие. Только они не писали, что он страдал, и что сразу переставал пить, когда ему хоть немного улыбалось счастье. После каждого ночного похождения Гашек кается, клянется перемениться и снова срывается. Гриша, дорогой мой, как ты можешь меня так мучить? Семья разваливается. Ярмила грозит уйти к родителям. Звезда жизненного успеха Гашека стремительно летела вниз. Из полицейского протокола. В 2 часа 45 минут ночи репортер газеты «Чешские слова» Ярослав Гашек перелез через парапет Карлова моста с умыслом броситься в Олтаву. Однако этому воспрепятствовал парикмахер Эдуард Бройер, который передал его полицейскому мельху. Поскольку Гашек в полицейском участке вел себя буйно, был осмотрен врачом и доставлен в институт для душевнобольных. Жену Гашека известили о случившемся. Эта отчаянная попытка самоубийства позднее воплотилась в юморезку, но семья распалась окончательно. Как-то вернувшись домой на сильно непослушных ногах, Гашек плюхнулся за стол и что-то нацарапал на листке. Утром, едва проснувшись, стал искать клочок бумаги, уверяяя, что там записаны гениальные идеи, которые за ночь успел забыть. Бумажку нашли в мусорной корзине. Там было всего три слова. Идиотно-действительно. Это был первый набросок бравого солдата Швейка. Много лет спустя выяснилось, что некий пан Швейк действительно существовал. Жил в том же доме, что и Гашеке, и по соседству с трактиром у Чашек. А тогда в журнале «Карикатура» появилось сразу три рассказа о Швейке. Кстати, о героях и прототипах. Все друзья и знакомые непременно попадали в его рассказы, филитоны, книги, причем под собственными именами. Это случилось 28 июня 2014 года. В главном городе Боснии сербский студент Гаврила Принц убил наследника австрийского престола эрцгерцога Фердинанда. Это оказался хороший предлог для войны против Сербии. Что было дальше, вы хорошо знаете. Первая мировая война. Но вы не знаете, что тут же 22 678 пациентов австрийских сумасшедших домов были признаны годными к военной службе, как излечившиеся. Вскоре дела Австрии пошли так плохо, что она вспомнила о Ярославе Гашике. Комиссия признала Гашика годным, как он не валял дурака перед ней. И он был зачислен в первую резервную роту 91-го полка. А там его представили к награде за мужество, но он решил сдаться в плен к русскому. Это были ужасные лагеря. Гашик пережил страшные зимние месяцы в тифозных бараках для военнопленных, чудом выжил и вступил в ряды чешских легионеров воевать против Австрии в Бенгрии. Ему показалось, что чешский солдат, восстав против Австрии, становится революционером. Никто не знает, что произошло в лагере, но человек-богема стал вдруг ответственным политическим деятелем. Мало того, он встречается с Лениным, со Свердловым, рвет связи с чехословацкими легионерами в России, вербуется отечественников Красную Армию, организует Чешскую партию коммунистов, в конце концов становится помощником коменданта города Багульмы, а потом даже сотрудником политотдела Пятой Армии. Работает во фронтовом штабе 26-й дивизии и сдает красноармейскую газету «Наш путь». Да, он не только берет на себя руководство типографии, но и снова начинает писать флейтона, сатиру, и даже серьезные статьи. Наконец, происходит самая невероятная метаморфоза. Большевик Гашек бросает пить. Бедная мама не дождалась этого. Бедная Ярмила узнает об этом еще не скоро. Чтобы понять, каким теперь стал Ярослав, послушайте только одну историю. Как-то нужно было привести в порядок казармы. Кого же послать убрать в казармах, вымыть полы, навести порядок? Разумеется, того, кто ничего не делает. Долго размышлял он, пока не вспомнил, что в Бугуме есть большой женский монастырь Пресвятой Богородицы. Его монашки томятся от безделья, только молятся да сплетничают друг про друга. Составил официальное предписание игумене монастыря. Не прошло и полчаса, как под звон колоколов явился священник-парламентер. От имени Православной Церкви просим не губите невинных дев невест Христовых. Вспомните, что над вами есть Господь. Над нами, между прочим, только потолок цинично ответил комендант. Что же касается монашинок, приказ должен быть выполнен. Монахини действительно очень нужны. ни одна не пропадет. В назначенный час распахиваются монастырские ворота и появляется процессия с иконами и хоругвями. За иконами череда монашинок во черном. Скорбно звучит песнопение. Комендант встречает их хлебом с солью. Прошу барышень монашек последовать в казармы. К вечеру казармы заблистали образцовой чистотой. А коменданту вскоре передали иконку письмо от икумени с одной фразой «Молюсь за вас». В 1919 году с 5-й Красной Армии он попадает в Челябинск, Омск, Красноярск. Авторитет Гашика растет. Он избирается секретарем парт-ячейки штаба 5-й армии. Трактиров принципиально не посещает, агитирует, печатает газеты и листовки на всех мыслимых языках. К русскому, польскому, венгерскому, немецкому добавляет башкирский и даже китайский. Его любят, ему доверяют, и он решает остаться в России навсегда. А приняв такое решение, он немедленно заявил, что холост и хочет начать новую жизнь. Ему всего 37 лет. Весной 1920 года Ярослав женится на русской девушке Александре Львовой, с которой познакомился в Уфе. Официально зарегистрировали свое брак они в городе Красноярске 15 мая того же года, а в июне поселились в Иркутске, жили в небольшом домике на берегу Ангары, комиссар Гашек много работает и, кажется, даже теряет свое чувство юмора. Впрочем, для того есть основания. Однажды он гулял по лесу, в него выстрелили почти в упор. Он выжил, судьба хранила его, чтобы снова круто изменить жизнь. 19 октября 20-го года по указанию ЦК РКПБ и решению чешских коммунистов Гашека отправляет в Чехию доказывать верность революции и коммунизму. Возвращение популярного представителя богема и таинственного большевистского комиссара с русской женой привлекло внимание не только друзей, но и врагов. За ним следит полиция, некоторые друзья не подают ему руки, один из них называет Гашека пьяницы акробатом и шутом. В этом мире можно обрести свободу, только если тебя признают идиотом. Он чувствует себя отверженным, снова начинает пить и даже хочет застрелиться. Его спасает Швейк. На грани нужды и отчаяния он решает вернуться к своему неунывающему герою. Посмеюсь над всеми дураками, а заодно покажу, каков наш настоящий характер и на что мы способны. Книгу иллюстрировал друг Гашека Йозеф Лада. Выпуску первой серии предшествовал броский шутовской анонс, который придумал сам автор. Эта книга одновременно выходит по Франции, Англии и Америке. Победа чешской книги за рубежом. Но дела издательские складывались неважно. И решили подыскать дом для работы в провинции. В Лепницу Гашека привез художник Панушка. Просто встретился на дороге и взял с собой. Городок словно создан для Гашека. И тот действительно полюбил здесь все. Особенно старый замок. Даже работал там в полуразрушенном зале. Поселились в трактире у чешской короны на втором этаже. Я живу теперь прямо в трактире и ни о чем лучшим не помышляю. Он написал свой плутовской роман прямо здесь в трактире. Издатель торопил Гашека с книгой иногда даже запирал его в замке чтоб тот выдал необходимое количество страниц. Гашек напивался никому не позволю диктовать себе когда и сколько должен писать. После выхода первой части Швейка возрастает интерес к книге тираж стремительно растет. В следующем году выходят пять изданий и первой и второй части. Наконец-то устроился и быт Гашека. Он купил маленький домик под замком но прожил там неполных три месяца. Швейк так и остался недописанным. Это был огромный талант заявляли снова завсегдаты ресторанов и кафе. Он мог бы написать великое произведение если бы не беспорядочный образ жизни. Наверное они правы только как появился бы тогда на свет его плутовской роман и его мудрый швуч вейк которому доверены теперь вместе с Гамлетом и Дон Кихотом поддерживать земной шар. Кто может сказать какой образ жизни нужен для создания великих творений. Наверное именно такой который требует эти великие творения. и кто может теперь сказать где тут курица а где яйцо. курица 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 курица